Всем доброго трямса, с вами Грини и мы снова играем в Heart of Iron. День победы 4, нас ждет в этой серии Великобритания. Индийские солдаты уже приготовились и буквально вот прямо сейчас они начинают атаку на Великобританию. Я не знаю, чем это все дело у нас закончится. Я надеюсь, у нас получится захватить страну, которая долгое время не давала нам спокойно жить, но не уверен. 15 подразделений это, по-моему, маловато, ребята. Да, нас по ходу дела сейчас отсюда вышвырнут просто. Кое-где у нас удалось нашим ребятам высадиться, но я не могу понять, почему они так распределили странно войска. Мы несколько дивизий, точнее 14 дивизий из 15 мы отправили вот сюда и только одну мы отправили вот сюда. Нам нужен порт обязательно, просто вот кровь из носа нам нужен порт. Давайте мы попробуем сейчас распределить наши войска и попробуем захватить Бристоль. И одновременно мы еще атакуем в Африке, потому что там почему-то у нас наши войска остановились и дальше не идут. Не могу понять. А, не, идут, идут, идут. Прошу прощения, прошу прощения, что-то я не сообразил. Что-то я не понял, видимо, когда последний раз смотрел, мне показалось, что они тут не идут дальше. Я думаю, что за фигня, надо, собственно, захватывать Южную Африку. Австралия у нас захватывается. Мы тут зря, в принципе, строим порт. Хотя, может быть, и не зря. Почему? Почему зря-то? Этот порт у нас в наших ручках уже шаловливых. Давайте вот эти острова тоже захватим. И здесь давайте мы сейчас нарисуем план наступления. Я, правда, не знаю, что тут нам захватывать. Ну, давайте вот в эту сторону мы пойдем. Вот эти все подразделения мы сейчас на этот план отправляем. Ну, не все. Одно там у нас и так уже идет вперед. Так, и здесь... Ну, давайте отправим их. Тут пустые. В принципе, все пусто. Почему бы не отжать все территории со спокойной душой? И здесь у нас тоже, как видите, наступление идет. Хотя здесь всего два подразделения. Кстати, было три. Одна, похоже, слилось куда-то. Не понял. Ну, ладно. И сейчас еще шесть моторизованных туда подъедет. Ладно, давайте вернемся обратно к Великобритании. Да, ребят, мы получили здесь... А, нет, не получили мы здесь. Или получили порт? Получили порт, ребята. Так, порт-то мы получили, а вот Бристоль нет. А, нет, подождите. Вот это не порт, что ли? Вот это подстава. Значит, у нас проблемы с портом. Ладно, тогда... Тогда здесь придется строить порт. Я скоро по всей карте, по всему миру настрою кучу портов. Еще один здесь у нас будет, значит. Я надеюсь, что наши войска там продержатся какое-то время без снабжения там. Так, не-не-не, ребята. Ребята, не-не-не-не-не. Вот сюда обязательно. Держимся, держимся как угодно. Как хотите, зубами вгрызайтесь, но держимся. Нет, что-то мне подсказывает 25 дней, мы здесь не так не простоим. Ай-яй-яй-яй-яй. Похоже, что высадка в Великобританию прошла не очень успешно. Единственное, что дожать быстренько Африку и попробовать туда перебросить вот эту фиолетовую армию. Единственный вариант, наверное. Ну и можно было еще десантуру сделать, но десантуру уже сейчас ее поздно. Просто банально поздно делать. Давайте дожимаем вот этих товарищей. Выходим здесь к морю, наверное. Вот так вот. Надо заканчивать уже с Африкой. Утомила она меня очень сильно. И надо с Австралией что-то тоже придумывать. Правда, что тут придумаешь? Фиг его знает. Так, танки тут австралийские по пустыне шляются. И, наконец-то, наша моторизованная пехота прибывает. Так, тут что происходит? Ты откуда тут взялся вообще? Пакость такая. Нет, вы посмотрите на это говно. Ты откуда? Тело. Вали, вали отсюда. Пойдем навстречу. Так, моторизованные части уже подошли. Сейчас восстановят организацию и пойдут в наступление. Моторизованные части, я думаю, что здесь будут довольно быстро перемещаться. Так, я не понял, а что происходит? Так, что там за какие-то танковые войска непонятные? Вы откуда там взялись вообще? Так, и у нас здесь... Сикока-сик... Чего? А, это наши конвои. Господи, я уж испугался. Нет, подождите, это какая-то дичь была. Там 1400 конвоев показали. Это же не может быть. Сколько нам осталось продержаться? 15 дней. И одно подразделение мы уже потеряли, ребята. Все очень-очень сложно. Так, давайте, кстати, здесь цвет поменяем на красный. А то путаться будем. Хотя теперь мы будем с врагами путаться. Так, линия фронта. Давайте здесь тоже нарисуем. И здесь часть дивизии поставим на эту линию фронта. Здесь то же самое. И, значит, линию наступления. Я все-таки искренне надеюсь, что у нас получится этих козлов выбить. Так, 4... А почему всего 4? Ну ладно. Сейчас, пускай они... Хотя, подождите секундочку. Вот так вот. 7 дивизий будет на этом приказе. Я искренне надеюсь, что мы успеем построить здесь морскую базу. Нет прикрепленных фар... Да как так-то? Какие эксперименты с синтетическим топливом? Я вас умоляю. У нас тут проблемы. Хьюстон у нас проблемы. Эх ты, ядрить, мадрить. Что с Африкой? Ну, Африка почти наша. Хоть где-то... Хоть где-то нам везет. Давайте дожимаем, ребят. Горные дивизии давайте сюда и на побережье. А моторизованные давайте вот здесь по относительным равнинам тоже куда-то сюда. Так, а здесь у нас что? Вы что там стоите? Не пойми, чем занимаются. Блин, мне даже в Великобританию смотреть страшно, честно говоря. Так, этих пора кончать. Все что ли? Усе? Так, по ходу дела, собственно говоря, с Австралией сейчас здесь будет покончено довольно скоро. Давайте мы линию наступления здесь нарисуем. Вот так вот. И здесь вот эти все подразделения мы бросаем на эту линию наступления. Так, а здесь что происходит? Что это у нас тут такое? Добиваем недобитков. О, Марк 5. Да, мы на уровне гражданской войны, наконец-то. Мы практически доросли до гражданской войны. Ой, гражданской, Первой мировой. Марк 5 это да, это сила. Давайте вот так вот пойдем прогуляемся. А вот этот вот пускай у нас захватывает эти провинции. Так, здесь явно что-то не так. О, вот так. Бублики такие будем наворачивать здесь. Так, что тут у нас такое? Все-все наступаем. Захватываем Австралию. И у нас, смотрите, свободные военные заводы опять появились. Бросаем их на штурмовики и на истребители. Правда, тогда нам не хватает кучи-кучи всего. Так, вольфрам у нас излишки. Нефть нам нужна, алюминий нам нужен. Рейх, ты нам продашь алюминий? Продаст. Куда он денется? Так, с Венесуэлы не доставляется. Обида. Здесь тоже, ну, я надеюсь, что... Да, мы разобрались таким. Пум, 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 пум. Давайте мы сделаем еще, наверное, производство самолетов. Штурмовики МК-1. Вот они у нас. И вот так вот сделаем. Бросим еще дополнительные мощности, которые у нас будут захватываться дальше. В Дамаске у нас сложности какие-то. Черт, короче, в Великобритании армия, кстати, перестала существовать. Я этого даже что-то как-то и не заметил. Ладно, значит, надо более агрессивно заниматься Великобританией. Сейчас разберемся с Африкой и будем плющить Великобританию. Но для начала давайте в Дамаске сейчас решим проблему. И коняшек туда. Коняшек! У нас тут как раз имеется некоторый запас. Вот так. Я надеюсь, этого будет достаточно. Либо сейчас надо покончить с Австралией. Тем более, что здесь, я думаю, что вопрос, в принципе, уже довольно-таки быстро решится, как мне кажется. Моторизованные части, они очень быстро двигаются вперед. А защищаться им, по ходу дела, особо-то и нечем. Нифига себе, ребята. Да что ж мы захватили такое? Я тут сейчас поставил все заводы, задействовал. И все равно у нас как бы еще свободные есть. Так. Что нам не хватает? Нам не хватает только штурмовиков, в принципе. Потому что там идет переоснащение. Переоснащение. Всего остального у нас вагон и маленькая тележка. 135К, инфантре, стрелковое вооружение и прочего. Ууу, ребят, просто-просто до задницы всего у нас. Военные заводы. Ну на что еще-то бросать их? Я фиг знает. Что-то мы как-то резко стали очень-очень богатыми. Так, третий рейх. У кого еще нефть можно прикупить? Я чертова знаю. У кого еще можно прикупить рейх? Ой, у кого еще можно, да, рейх прикупить. Мы можем начать строить заводы по добыче нефти и резины. Давайте вот так вот сделаем. Больше самолетов нам делать точно не надо. Поэтому пускай пока заводы висят свободные. У нас просто нету такого количества ресурсов. Так, что тут у нас за танки? Кто тут у нас пытается пробиться куда-то? Не пойми куда. Забудь, парень. Забудь. Вам пора капитулировать на самом деле. Что, ребят, нравится? А потому что не ту сторону вы выбрали, ребята. Не ту. Так, кстати, вот это нам надо тоже прихватить, наверное. Давайте мы сюда заедем. И дальше тоже на Мельбурн. Вот так. Заодно вот это вот подразделение надо тоже с говнецом-то подсмешать. Опаньки, куда-то они исчезли, бедняги. Забрали себе очередной порт. В Африке, наверное. Да, Африка тут уже тоже, в принципе, почти кончена. Какие-то еще очаги остались. Есть сопротивления непонятные. Но, в общем-то, уже все. Кейп Таун скоро тоже будет наш, я надеюсь. И тогда с Африкой будет покончено. Останется Великобритания, останется США, Канада и все. А Новой Зеландии еще. Но это такие мелочи. Новой Зеландии это вообще просто ни о чем. Так, че это кто тут у нас обороняется такой дерзкий? Я че-то прям даже не понял. Хрена себе. Кто-то еще тут посмел отбиваться довольно-таки успешно. Моя просто в шоке находится. Опаньки, отрезали, бедняк, да? Отрезали. Сколько тут? Два подразделения. Ну, два подразделения, конечно, не десять. Но, эх, уже все равно нету. Отлично, ребята. Отлично. Осталось три провинции. И Африки нету. Нету Африки. И Австралии, кстати, уже тоже фактически нету. Тут уже Мельбурн наш, да? Я даже не заметил, как я Мельбурн захватил. Как же так получилось-то? Сюда надо срочно перебрасывать коняшек, потому что здесь стопудово будет просто... Так, подождите, нет. Это я что-то не то сделал. Вот это мы отменяем. Здесь будет сто процентов... Так, что такое? Доядрить? Твою налево. Здесь будет сто процентов сопротивления, поэтому надо сюда перебрасывать коняшек. У нас тут вот в Африке есть несколько подразделений. Я думаю, что можно спокойненько парочку отсюда снять и отправить их... Хотя нет, подождите, какой оттуда? У нас где-то вот здесь должны быть еще эти славные подразделения. Да, вот, смотрите, шесть здесь. Шесть там точно не нужно вообще... Ну, никак там не нужно шесть. Даже более того, мне кажется, здесь можно сделать даже вот так. Вот. Пять мы отсюда снимаем и отправляем их... Фу, в какую Болгарию. В Мельбурн. В Австралию. Так, и тут мы продолжаем давить всяческих злыдней, которые нам мешают идти к нашей цели. Собственно... А, собственно, надо идти прямо на Сидней. Почему бы и нет? Че нам тупить, тормозить? Захватим Сидней, война закончится. Мы же хотим мира. По мне же, наверное, видно, что я очень хочу мира. Я совершенно не хочу воевать. Северная территория. Вот ядрить, мадрить, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, пять коняшек здесь. А, во. Там еще две коняшки. И мы их сейчас тоже... Так, это... Вот сюда мы тоже можем, да, поставить? Я думаю, что можем. Давайте. Вот так вот сделаем. И отсюда вот одну коняшку мы сейчас перебросим. Вот сюда, на защиту наших интересов от партизан. Никаких партизанам. Партизанам здесь делать нечего. Че вы, капитулировать-то не хотите еще? Нет, ребят? Пора бы уже, наверное. Опаньки, по-моему, сейчас и Сидней наш будет. Нет, Сидней, похоже, наш пока не будет. Увы и ах. Но зато Канберра наша. И к Сиднею мы сейчас подойдем с другой стороны. Возьмем его в колечко. В принципе, все. Нет, не все. Что за говно? Слышь? Алло, гараж. Ты еще попробуй в окружение нас взять. Козлячья морда. Угу. Слей нам еще наши войска. Я на тебя вообще тогда обижусь по полной программе. Так, че там? Я че-то не понял вообще. Ну ладно, сейчас мы тогда Сидней займем. А че нам, кабанам-то? Так. Ээээ. Давайте мы здесь отменим вот эти приказы. А то у нас наши бханевички идут куда-то не туда, куда надо. Ну че, продолжаем. Я че-то не понял. А, вон у нас еще что осталось у противника. Ну все тогда. Захват. Австралия капитулирует. Все. До свидания, ребята. До свидания. Тут осталось добить вот здесь вот недобитков. И в общем-то все. Мы закончили. Это что за хрень? Не смешите мои тапочки. Они и так смешные. Так. А че здесь такое происходит вообще? Зачем здесь двойное кольцо? Отлично. Значит, все вот эти войска мы отправляем на вот этот приказ. Тут, кстати, еще парочка приказов. Ну точнее, надо сделать еще парочку приказов. Вот так вот. Блокировать этих козапасов. Еще один. Вот здесь вот. Потому что там янки. Долбаные факин янки. Да твою ж мать. Они, я смотрю, там пытаются расширяться. Козлы, блин, вонючие. Я вам сейчас, блин, расширюсь. Кто Сидной отжал обратно? Вы че? Какого лешего его отдали обратно? Южная Африка капитулирует. Ну, хоть где-то какие-то плюсы имеются. Ну, здесь-то я надеюсь все. Я надеюсь, что все. Давайте мы сейчас здесь... Не, какая ли не линия фронта? Нам здесь нужна оборона. И вот сюда мы уже вот отсюда коняшек перебросим. А нашу фиолетовую армию надо отправлять в Европу. И надо с ней скорее заканчивать вот здесь вот. Блин, куда бы ее отправить-то? Ладно, давайте мы здесь сейчас быстренько полосу обороны сделаем. Вот таким вот образом. Чтобы они перебрасываются на приказ быстрее. Все, всех сюда отправляем. И сейчас будем их перебрасывать в Великобританию. Надо с англичанами заканчивать. А то что-то как-то все это затянуло с делом. Свободные верфи. Сколько верфей-то? Еще три, да, есть. Ну, давайте бросим их на конвои. Они нам тоже могут пригодиться. Ресурсов нам не хватает нефти. А с нефтью мы ничего не можем сделать. Так, что у нас в Австралии? В Австралии у нас все, в принципе, нормально. Сейчас, я думаю, мы янки отсюда выбьем. Пускай готовятся. Здесь тоже самая линия наступления. Вот таким образом. И вот этих ребяток мы всех сейчас на этот приказ тоже отправляем. Пускай тоже готовятся к нападению. Ага, здесь давайте-ка мы. Здесь значительно меньше подразделений. Мне кажется, надо их отправить вот на этот приказ. Ну, а здесь сейчас окружим по-быстрому. И тоже закончим. Единственное тоже линию наступления надо сделать. И пускай тоже готовятся. Надо получить свой бонус за подготовку, за планирование. Грех не воспользоваться, если у нас бонусы больше 100% за планирование могут быть. Ну что, как, ребята, готовы? Готовитесь, я понял. Ракетный двигатель у нас готов. Улучшенный ракетный двигатель. А, подождите. Ну, мы можем уже, наверное, да, реактивные двигатели исследовать. И делать авиацию, соответственно. Так, Франкийская Испания хочет нам отправить войска. Да, слушайте, не нужны они нам. Не нужны. Мы гордые, мы сами справимся. И у нас готов бренд-карьер. Это боевая машина пехоты, как я понимаю, да? То есть, мы можем в моторизованных частях теперь ее использовать. Universal Carrier. Ну, давайте его изучать. Его и начнем делать, наверное. Военные заводы, блин, сколько? 24 штуки. Куда мне столько? У нас просто рейсов столько нету наверняка. Сколько у нас тут излишки? Излишки. Излишки стали? 33? Фига себе. По-моему, мы можем позволить себе отказаться частично от столюги. От поставок, да? И все равно у нас излишки. Что-то я не понимаю. Подождите. Недостаточно нефти. Ехо. Вот нефти, да. С нефтью у нас беда. Западная Австралия. Да что ж такое-то? И здесь еще в Африке. Да, ядрить, мадрить. Я думаю, что надо еще коняшек делать. 10 подразделений я заказал. Пускай готовятся. Так, давайте здесь вот сразу тоже сделаем. Здесь наверняка надо будет держать тоже подразделение для защиты территории. Давайте мы его сразу здесь поставим. И одно отправим туда. Одну дивизию. Кавалерийскую. Ну что, с этими, в принципе, можно заканчивать уже, я думаю. Да, все. Сидную, Сидную конец. И теперь... А здесь, я смотрю, уже и так все замечательно, да? Ну все тогда, ребят, все. Вот там вот, кстати, нет. Здесь, я смотрю, не очень удачно все пошло. Зато вот здесь все замечательно пошло. И Австралии капец, ребята. Капец Австралии. Значит, у нас осталась еще Новая Зеландия. Так, что тут у нас еще за хрень? 39 чьих? Это австралийские, что ли, конвои? Или, мне кажется. Так, 10 конвоев немецких потоплено. Печалька. Блин, здесь у нас война идет, да? 15 лот. 15 осталось, что ли? Я что-то понять не могу. Нам бы как-то флот пополнить, наверное, в Ла-Маншем. Но надо, чтобы наши подлодки здесь закончили. Хорошо, давайте попробуем перебросить наши лодки отсюда. Сколько у нас их тут? О, дофига. Дофига. Давайте мы его сейчас отправим куда-нибудь вот сюда, наверное. Флот этот. И объединим его вот с этим, который действует в Ла-Маншем. Недостаточно ресурсов, нефть. Да фиг с вами. Что я могу сделать-то? Ничего не могу. Свободные военные заводы закрываем. Авиакрылия без заданий закрываем. Все это нафиг нам не нужно. Ну, смотрите, в Брисбоне янки пытаются обороняться. Но у них это не удается, и они сливаются. Осталась последняя точка сопротивления. Давайте мы сейчас коняшкам нашим прикажем еще и вот здесь Брисбон контролировать тоже. Честно говоря, я планировал, что в этой серии мы с вами уже захватим и Новую Зеландию. Но, видно, не судьба. Только-только с Австралией разобрались. И то не полностью. Надо добить Австралию, кстати. Ладно, сейчас здесь разберемся и пойдем добивать Австралию. Кстати, а что у нас по инфраструктуре? Не знаю вот почему, но я предпочитаю поднимать инфраструктуру в захваченных провинциях. Даже если я знаю, что я ее особо использовать не буду. Видно, я забочусь очень сильно о нашем населении. Так, говном мы их не закидаем, походу, дело, да? Хотя, черт его знает, похоже, что закидаем. Исследование завершено. Нефтеперерабатывающий завод следующий. Окей. Да, ребят, похоже, что закидаем. Все-таки мы закидали их мясом. И с самого континента Австралия мы всех выбили. Теперь нам, в принципе, осталось выбить вот отсюда. Для этого давайте мы сейчас сделаем морское вторжение. Отсюда, соответственно, вот так вот и сюда. Ну, вот сюда еще. И отправим сюда 7 дивизий и 24 дня. Вот это меня уже больше радует. И в Новую Зеландию давайте сразу же тоже планировать морское вторжение. Вот отсюда. Сразу давайте вот так вот сюда. И пойдут туда у нас все остальные дивизии. Что-то дофига, мне кажется. Что у нас по флоту, ребята? По флоту что у нас тут происходит? Надо, мне кажется, перебросить какие-то флоты. Потому что здесь у нас уже не контролируется море. Меня это не радует. Давайте вот этот флот мы с вами отправим контролировать вот это море. Ну да, в принципе. Вот это и коралловое. Вот так. Со всех сторон будет у нас полный контроль. И мы можем со спокойной душой теперь организовывать это вторжение. И, соответственно, захватывать Новую Зеландию. Захватывать остатки Австралии. И что у нас осталось вообще захватить, в принципе. Соединенное Королевство уже довольно сильно покоцанное. Новая Зеландия, Доминион Канада, Соединенные Штаты. И все. Все, ребята. Все остальное захвачено. Поэтому я думаю, что в следующей серии мы с вами уже все это спокойно разрулим. Ну а в этой серии мне осталось с вами только попрощаться. Как обычно сказать вам, чтобы вы ставили лайки. Подписывались на канал. Заходили ко мне в группу ВКонтакте. На стримы. В общем, жду вас всех в гости. А с вами был Гринни. Всего доброго и всем пока.